20 соток красоты, гармонии, благоухания и цвета в настоящий райский сад превратила свой огородный участок жительниц Аула Псыш Марина Харатокова. Несмотря на то, что Марина Губедовна достаточно занятой человек, ведь она профессор, доктор филологических наук, член Союза писателей России и почетный работник высшего профессионального образования, для своего увлечения она всегда находит время. В царстве цветов и экзотических деревьев побывала наш корреспондент Белла Джозаева. Природная красота всегда была источником вдохновения художников, писателей и поэтов. И, наверное, поэтому творческая натура Марины Харатокова требовала дополнительного источника для самовыражения. Ее утро всегда начинается очень рано и в любое время года с прогулки в любимом саду. Тут цветет все, причем независимо от сезона. Марина Губедовна подбирала и сажала такие цветы кустарники и деревья, которые по сезонам сменяют друг друга. Прогуливаясь и здороваясь каждым своим цветком, она осматривает, в чем на данный момент нуждается та или иная ее посадка. А землю и растения Марина любила с детства. Родители даже советовали с ней по вопросам растениеводства. Я вообще с детства привыкла вставать рано. Всегда вставала рано, всегда работала в саду. Вот, когда я выходила в сад, дома родители, отец, мать, братья, сестра уже сказали, нам здесь нечего делать. Марина пришла, значит мы свободны, она все сама сделает. Поэтому я эту работу как-то любила. В саду у Марины Харатоковой растут, так скажем, как традиционные для нашего региона цветы, кустарники и деревья, так и экзотические. Помимо царицы цветов, роз, всевозможных видов и расцветок, здесь растут ромашки, дубки, маргаритки, пионы, тюльпаны, гладиолусы, гортензии, колокольчики, лаванда и многое-многое другое. Первыми в ее саду расцветают крокусы и нарциссы. Далее по очереди и по сезону начинают раскрываться все остальные цветы. В 4 часа я утра сейчас встаю, потому что уже светло, и бегом сюда иду, и все, что можно делать, поливаю и руками, и шлангом, пересаживаю. Обязательно каждый день я пересаживаю, сажаю какое-то растение, цветочек. Ну, это большое удовольствие. Ландшафт своего участка Марина Губедовна создает сама. Она сделала здесь не только красивую территорию, но и функциональную. Здесь помимо озеленения есть освещение и декоративное оформление. Марина Губедовна особо гордится своими экзотическими деревьями, среди которых есть миндальное дерево, инжир, гранат, фундук, персик, хурма, японская яблоня с фиолетовыми яблоками, известная нам всем клубника, голубика, ежевика, малина, виноград и много чего еще. Также здесь растут декоративные деревья и кустарники. Магнолия, сакура, французский кустарник, будданеж, жимола седобна, юка, жасмин. Я землю, видимо, люблю. Оно как-то, не знаю, для меня это земля. Наблюдая за Мариной Губедовной, можно уверенно сказать, что мир, который ее окружает, дает ей жизнь и условия для саморазвития. Она гармонично едина со своим садом. Ведь природа и человек – это единство, основанное на взаимодействии. Следуя принципам экологии, ответственности и защиты, такие люди, как наша героиня, сохраняют красоту и богатство природы не только для себя, но и для будущих поколений. Была Джозаева Олег Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия.